Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас представитель Orient Star, и с первого взгляда покажется, что самый заурядный. Да, Made in Japan, да, красивый вид, запас хода 50 часов, но на самом деле в этой модели собрались практически все самые известные виды обработки часов REAU0001S. Очень элегантно часы выглядят вблизи, позолоченный корпус, полировка полностью по всей поверхности, ушки скашиваются где-то под углом 30-40 градусов, достаточно длинные, кстати, при этом тонкие. С правой стороны заводная головка, логотип Orient Star, и визуально отделенный рант, скругленный, такого же диаметра, как и сам корпус, может быть чуть меньше, и сверху выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием. В целом корпус вызывает приятные эмоции, обработка на хорошем уровне, красиво, все блестит, сверкает. Ну и под стеклом мы видим белый циферблат, даже немного в бежевый он уходит, залегает он очень глубоко, мы это видим по внешнему ободку, который, кстати, матирован, сатинирование здесь, и это уже второй вид обработки. Действительно глубоко залегает циферблат, за счет этого, конечно, увеличивается и толщина часов, но к ней мы еще перейдем позже. По самому циферблату в центре, конечно, нам сразу в глаза бросается галиширование, мне оно напомнило парижские гвозди Clue de Paris. Далее по внешнему кругу у нас идет уже контурная разметка, круговые тонкие линии, над которыми располагаются римские цифры, 12 штук их, четверка в форме четырех палочек, все как полагается, дань традициям. Окошко даты в районе трех часов, без рамки, но хорошо читается, достаточно крупные цифры, белый диск и стрелки. Стрелок здесь, как мы видим, четыре, основные три стрелки, часовая и минутная, они, кстати, выполнены в интересной форме, напоминают, конечно, стрелки-береге, знаменитые яблоки, все стрелки в синим цвете, темно-синим, красивым, элегантная, секундная, очень длинная и с красивым длинным противовесом. Да, может быть, часто слово красиво используют, но действительно все здесь очень и очень привлекательно выглядит. Четвертая же стрелка, эта стрелка в районе 12 часов, индикация запаса хода и, как мы видим, здесь 50 часов, максимум они 40, как мы с вами привыкли в часах Orient. Кстати, за работу этих часов отвечают японский механизм F6N44 и, помимо такого большого запаса хода, здесь еще и два вида подзавода, авто, собственно, о котором и говорит нам надпись на циферблате и ручной, ручной их можно прямо подзавести в нулевом положении и посмотрите, как быстро стрелка начинает двигаться вперед, стрелка запаса хода, действительно, от ручного подзавода происходит все это значительно быстрее, но, тем не менее, они подзаводятся и от движения. Далее в первом положении мы меняем дату, во втором время, стоп, секунда есть. И, кстати, хотел бы отметить, что стрелки здесь реагируют достаточно медленно, то есть нам нужно прокрутить почти оборот часовой головки, чтобы минутная стрелка сдвинулась хотя бы на пол оборота на основном циферблате. Далее дата, отметим, что начинает меняться где-то в 20 минут 11 и уже в 12 она ровно перещелкиваться на следующий день. Ну и после того, как мы понимаем, где день, где ночь, выставляем время, предположим, 4 утра и далее выставляем дату по часовой стрелке. По обработке циферблата, стрелок, также нет вопросов, как и по корпусу, все это выглядит очень красиво. И, кстати, за работой механизма мы можем понаблюдать и через прозрачную заднюю крышку. Вот она. А здесь мы также встречаемся с некоторыми видами обработки, во-первых, ротор. По ротору мы видим обработку женевские волны, вот эта вертикальная шлифовка, красивая. Ну а далее уже на других частях механизма мы видим фактурную шлифовку, узор в виде концентрических окружностей. Также есть название у этой обработки глаз-куропатки. Да, действительно, по обработке здесь все очень здорово, столько видов, сколько только можно себе представить. Кстати, по внешнему кругу нашей крышки, мы видим информацию о водонепроницаемости, например, 5 атмосфер. Это значит, что в часах можно даже руки помыть, хотя обычно у подобных классических часов с таким винтажным стилем все-таки идет 3 атмосферы, поэтому здесь немного улучшена эта характеристика. Информация о материале корпуса, материале стекла, причем указание, что сапфировое стекло именно верхнее, то есть заднее оно минеральное, скорее всего. Made in Japan, конечно же, эта модель полностью собирается делаться в Японии, оно и понятно, Orient Star, мы с вами привыкли, что качество здесь на высшем уровне. А вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии будут в моем инстаграме, и как уже, наверное, поняли, габариты у них небольшие. Если высота по краям ушек 47 мм, такие ушки длинные, то вот диаметр корпуса 38,7 мм, меньше 39 мм, это значит, что они хорошо подойдут для небольших запястьей. Толщина здесь 12,5 мм, конечно, великовато для костюмников, но мы с вами уже также отметили, что глубоко залегает циферблат, плюс сзади окрышка выпирает, то есть толщина здесь такая приличная для подобных классических часов. Кожаный ремешок коричневый, пока что он не разработан, часы новые, поэтому сидит может быть не очень удачно, но со временем будет лучше облегать запястье, его ширина 20 мм, на запястье от 15 сантиметров до 20, он подходит, опять же таки, на небольшие средние запястья, полированная застежка Orient Star, и общий вес часов 75 граммов. Изысканный стиль действительно, часы, конечно, прекрасно будут смотреться с костюмами, несмотря на свою толщину, но я думаю, римские цифры все-таки немножко ограничивают, здесь использование делают их более классическими, если бы были индекс или арабские цифры, тогда вряться могла бы быть шире, а так, ну максимум можно с какой-то сдержанной деловой кофтой, свитером, как, например, сейчас, но тут уже, конечно, на ваше усмотрение, скорее всего, это для костюмов и строгой деловой одежды. Что ж, прекрасная модель, я думаю, сегодня у нас была на обзоре, конечно, количество видов обработки впечатляет, действительно, постарались и над циферблатом, и над самим механизмом, собственно, механизм сам мы можем отнести тоже в преимущество, 50 часов запаса хода, а не 40, как мы привыкли, два вида подзавода, календарь, прекрасные показатели, ну и, конечно, все это сделано в Японии, на высочайшем уровне, обработано, и Orient Star, это всегда часы, на самом деле, высокого качества, тут, наверное, никто не будет удивляться, но при этом я посмотрел цену, установленную дистрибьютором, скорее всего, она в районе 57-58 тысяч рублей. Да, здесь и качество на высоте, и обработка никаких вопросов не оставляет, но с другой стороны, и применение часов, я думаю, достаточно ограничено, тем не менее, конечно, модель классная, это безусловно, если вам она приглянулась, то обязательно примерьте, посмотрите, это действительно небольшая классная японская механика с хорошим запасом хода. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно, поделитесь этим видео с друзьями, а на этом все, всем пока!